всем привет вам интересно узнать что это за жук вам интересно узнать почему у него такой интересный хвостик и почему он так им интересно двигает если да то оставайтесь с нами с вами виктор фурсов на канале доктор виктор фурсов entomologist bekeeper teacher и сегодня мы наблюдаем с вами 8 марта 2020 года интересного крупного солидного такого жука на 2 с половиной сантиметра за фобос атратус он же за фобос моря это самка да да у нее мордочка с прямым наличником клипеусом у нее действительно есть хвостик этот хвостик называется яйцеклад и только что вы наблюдаете сейчас это попытка яйцекладки на любую различную поверхность вот самочка подходит и двигает своим хвостиком как будто бы жалом и пытается отложить в то или иное подходящее место складку яиц а тут получается шкурка банана и ничего нет и она спряталась поэтому вылезем и откроемся а перед этим она сидела на просто на хлебе на корочке хлеба и на эту корочку хлеба пыталась отложить яйца но сейчас может быть вылезет самочку от самца очень легко отличить по наличнику как я сказал это та часть головы которая впереди вот сейчас мы ее наблюдаем видите у нее прямая прямой наличник прямая передняя часть лица это самочка сейчас двигает мандибулами верхними челюстями щупиками в сторону отодвинула усик и там что-то облизывает свою лапку груминг облизывание лапки это первое дело для жуков и для многих насекомых усик свой облизывает лапка с правой стороны видим с левой стороны лапка а тут облизывает усик подвигала челюстями снова надо облизать усик потому что усик очень важное создание это химический прибор который позволяет обследовать все места искать пищу искать своего партнера вот мы видим мордочку видим мандибулу и прямой наличник прямая передняя часть лица это точно самочка вот видите раз схватила челюстями нижними челюстями называется свой усик и облизала почистила его сейчас посмотрим как она повернет а тут приполз жук самец да вот это самый крупный самец у него раздвинуты крылья и вот видите даже такая крылья не срослись но у него наличник с вырезкой с полукруглой на голове это самец и он тут самый крупный почти что альфа самец хоть и недавно был посажен но он тут сразу освоился что он самый большой и самый крупный у него огромное такое толстое брюхо из которой выглядывает крыльца может его уже кто-то немножко повредил в битвах скорее всего он просто и оптер уже эти крыльца но над крылья помялись когда он был еще молодым молодым самцом за же веселым и поэтому когда они высохли уже к самца получилась расхождение над крыльев и он стал таким немножко уродцем но все равно он напитался напитался и стала достаточно активным очень крупным сейчас еще прибежит а вот наша самочка сидит чистят по-прежнему усики чистят по-прежнему усики а почему двигала она своим брюшком я как уже сказал это было процессе яйцекладки на конце брюшка выдвигается трубковидный такой телескопический яйцеклад и самка откладывает яйца на поверхность и немножко в щели различного субстрата в трещинке или между двух поверхностей и приклеивает секретом сейчас попробую немножко подвигать чтобы какое-то поведение свое показать более живой живенькая активненькая поскольку это самочка была такая очень очень боевая боева очень боевая очень интересующийся откладкой из может быть она снова проявит но обычно повторение поведения бывает редко к сожалению здесь перед этим она откладывала яйца очень долго и так ощупывала поверхности яйцеклада обычно какой-то если наблюдаете у насекомых и животных поведенческую реакцию то она обычно длится очень быстро течение минуты-двух и потом второй раз можно и не повторить хотя не успел все сфотографировать самого начала и уже второй раз не повторяется такое никогда сидят вот два жука две самых две самочки но они просто хотят уже спрятаться и сейчас я включил яркую лампу они от лампы просто удирают тихонечко быстро прячется сейчас покажу тогда снова самца с над крыльями посмотрим вот он тут лазит лазит самец ищет другую самку он напитался у нее довольно толстая брюхо и уже то что самец было очевидно потому что пытался спариваться здесь другими самочками он активно бегает активно шустрит ищет себе партнера а вот сейчас тут покажу другого самцам более спокойненько вы видите ровные открыто и сейчас подвинем если получится сфокусироваться на его голову видим хвостик пока так вот здесь множество таких деревяшек и жуки очень любят в них прятаться прятаться в азовы такие агрегации таких дерева и шичках и всем вместе сидеть этим жуки за фобосы интересно что они вот как божьи коровки собираются все вместе как муравьи они тоже такое у них полусоциальное поведение когда они собираются все вместе так вот сейчас попробуем остановить мгновение очень быстро убегает жух показать вам что это за пол насекомого приблизим голову по моему самка ровный наличник нужно смотреть на переднюю часть головой тогда можно сказать так самец самец полукруглый вырез на голове значит это самец видим раз видно его ротовые органы на голове и полукруглая вырезка значит это самец а у самочки голова прямая спереди вот время еще раз четко полукруглый это самец видите жуки за фобосы такие достаточно и активист они могут спокойно сидеть активно двигаться правда него здесь активно двигаются они под субстрат спрятались субстратом являются здесь шкурки бананов и они под ними лазят единственным недостатком шкурок бананов и такого увлажняющегося субстрата то что на нем могут завестись клещи но они могут завестись разные если у вас сухой субстрат типа овсяной каши заведутся мучные клещи которые будут есть муку перетертуюсь овсяных хлопьев или кукурузных хлопьев а на бананах заведутся другие клещики такие гнилостные которые будут питаться мокрым подпревающим субстратом как раз именно шкурками бананов они не такие активные мне кажется более безопасная в плане аллергия потому что они будут концентрироваться на влажных бананах и не разбегаться из садка но все равно для азофобусов влага не столь принципиально питаясь немножко фруктами вот это снова самец мы видим вырезку на голове вот видите вырезка это самец самец вот это я хотел показать видим беленькая желтоватый беленькая такой участок это вырезка на голове что свидетельствует что это именно самец этот участок головы обозначенный такой полукругом называется наличник в стороны два усика затем идут два полукруглых фасеточных глаза две лапки мы наблюдаем и щупики впереди называется нижнечелюстные щупики два маленьких и щупают субстрат это самец по моему фокус уже максимум вот это голова самца что мы видим теперь смотрели сегодня разницу между самочкой самцом самки прямая голова сейчас посмотрим кто здесь подошел к нам вот это подошел дошла самочка мне кажется у нее ровненькая голова передний край головы более ровненький а у этого полукруглый это сто процентов достоверный самец иногда здесь у самцов наблюдаются откусанные усики потому что между ними наблюдаются конкуренция не более крупные самцы вымудряются схватки отгрызть усики у других а в случае не доста вот это самка вот видим вытянутая голова передний край головы прямой это самочка она тут ищите вот видите самочка а там вылезает другая голова прямо это прямоугольная такая по самца было желтеньким пленочкой и полукруглая совершенно четко сами самка так что вот такой коротенький сегодня обзор самцов и самочек садочки и на все спрятались под субстрат на этом будем окончить заканчивать наше видео и продолжим когда снова заметим здесь видеть народ сидит спокойно как замороженный просто сидит отдыхает когда будет какой-то сигнал все будет бегать как очумелые по садку будет отдельный сюжет как они бегают иногда когда не при недостатке влаги приносишь им какой-нибудь субстрат например свеженьким куришку банана не сразу все как активисты разбиваются а тут ведь наш знакомый самец пришел сюда наводить порядок и все сидели совершенно спокойном состоянии что спасибо за внимание если у вас есть руки за фобусы пишите на какой субстрате вы его содержите или видели вот таких вот забавных видели ли вы спинку на жуке видите жук показывает свою спинку голову неприкрытую а над крылья у него не срослись а наоборот раздавились на такой вот у него брюхо это самец очень смотрели его на лично и понятно ли вам стало как различать самцов за фобосов и самочек спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал ютубе с вами был виктор фурсов и жуки за фобосы отратусы ниже за фобосы моря или супер хрущаки передают вам привет из киева столицы украины пишите чем вы кормите своих за фобосов на каком субстрате вы их содержите и и Субтитры создавал DimaTorzok